Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой мышь периодически не приходит ночевать домой, ночует не с другой женщиной, но сам факт, он не предупреждает меня об этом, просто исчезает как порядка вещей. И про себя говорит вот такой у меня недостаток, я объяснял ему эту крайность, его мама это объясняла, я выгонял его за это, не пускала домой, строила скандалы, игнорировала, пыталась нервным путем решить проблему, но к сожалению это бесполезно. Меня это возмущает и смыриться с таким для меня невозможно, прошу дать профессиональный совет, как решить данную проблему. Муж же 48 лет, у нас двое детей, дочь 5 лет и сын 10, так вот даже сын вчера сказал, что это прибор и нужно его как-то наказывать. Ну, что я могу сказать, во-первых, вся эта ситуация сама по себе выглядит немножко странно. То есть вы хотите, чтобы психологи дали вам профессиональный совет по поводу того, как вам решить проблему другого человека. Ну, понимаете, в чем штука, если бы мужчина на самом деле считал это проблемой, он бы сам уже давно обратился к психологу и начал бы ее решать. Поскольку он ее не решает, для него это не проблема, а значит он не хочет ее решать, и значит никакие советы тут не помогут. Вот и все, в принципе, тут нет других, нет других тут вариантов, понимаете? Вот, другое дело, да, что вы не можете это принять, но если вы не можете это принять, то вам и не нужно это принимать. А проблема заключается в том, что вы пытаетесь своего мужа переделать под себя. А когда вы пытаетесь своего мужа под себя переделать, он начинает сопротивляться и бунтовать, что вполне естественно и нормально. Вот и все. Ну, поэтому, так скажем, принятие или непринятие чего-то в человеке, это вам решат, что вы будете принимать, а что нет. А что нет, это вы решаете. Вы решаете, что вы хотите принять, что вы можете принять, а что вы не хотите принять и что вы не можете принять. Это вам решат. Вот, на мой взгляд. И все, на самом деле. После того, как решение о принятии или непринятии вами было принято, ваша ответственность в том, как вы будете его реализовывать. Вот. А сейчас получается, что вы сами решение не принимаете. Вот. А сейчас выглядит так, что вы просто хотите мужа под себя переделать. Вот. Ну, я думаю, что это абсолютно тупиковая история. Вот. Решите для себя. Можете ли вы принять то, что он делает или нет. Обосновите, чем вас это вызывает. Вот. Почему вас это напрягает, если он, ну, как вы говорите, не там с другой женщиной ночью, а просто, ну, просто вот ночью где-то не с вами. Вот. Почему это проблема? Ну, для вас. Чем это проблема для вас? Вот. И уже исходя из этого двигайтесь. Почему это вообще проблема мужа, например, а не ваша проблема? Вот. Давайте сначала посмотрим, чем вас это вызывает, как вас это вызывает. И дальше уже будем, ну, исходя из этого, уже, как бы смотреть. Вот. Мы не можем и не должны решать проблемы других людей, но мы можем помочь решить вам. Вот. Ваши проблемы. Только в чем ваша проблема? Ваша проблема не в том, что муж ночью, а ваша проблема в том, как вы на это реагируете, на мой взгляд. Вот. И если вы хотите, мы можем эту реакцию разобрать. Вот. Понимаете? Если вы этого хотите, мы можем помочь вам эту реакцию разобрать. Если вы хотите, мы можем помочь вам сделать так, чтобы вас эта ситуация не напрягала так сильно, как она напрягает сейчас. Ну, вот. Но только если вы этого хотите. Если вы этого не хотите, то, ну, в таком случае, очевидно, что вам с мужем, ну, наверное, как-то вот не совсем, я бы сказал, по пути, да, и так далее, это тоже нормально, ну, вот, в этом контексте. Вот как-то так, я думаю, здесь можно ответить вам. То есть, ну, вряд ли, вряд ли можно заставить человека измениться, да, если он этого сам как-то делать не хочет. То есть, ну, вряд ли, это невозможно. Понимаете? Вот как-то так. На мой взгляд, вы демонстрируете некую зависимость от мужа своего в этом контексте. И опять же, и опять же, даже здесь все упирается в что? Ну, во что? Хотите ли вы это менять или нет? Понимаете, если вы хотите это менять, это может изменить. Вам будет все равно на то, что происходит. Ну, вот. Если не хотите менять, ну, если не хотите менять, то, ну, значит, не нужно тогда с этим мириться. Вот. И все. Понимаете? То есть, ключевой момент в том, ключевой момент в том, что вы своим вопросом запрагиваете личные границы другого человека. Вы говорите, как решить проблему мне, другого человека. Никак. Психологи не решают проблему другого человека. Психологи решают проблему того, кто к ним обратился. Вот. Когда обратились вы, значит, мы решаем ваши проблемы. В чем ваша проблема? В том, что ваш муж, ваш муж периодически не ночует дома, и вас об этом не ставят в известность. Как вы на это реагируете? Вот. Какой вы себя чувствуете в этой ситуации? Почему вы себя такой чувствуете? Вот. Вот на эти вещи нужно обратить внимание. И если вы себя преследуете, вот, при условии, что вы хотите себя исследовать, да? Вот. Потому что может быть такая история, что вы себя не хотите исследовать. вы убеждены, уверены в том, что проблема это вашего мужа, а не вас. Вот. Так вот. Ну, в каком случае, в каком случае, если вы так считаете, то и не нужно себя заставлять, на мой взгляд. Вот. Потому что, ну, ничего хорошего из этого, ну, просто не получится, не будет, и просто потеряете время впустую, и еще обиды будут какие-то, ну, у вас, я имею в виду. Вот. И так далее. Поэтому, такое ощущение, да, что вы себя, вот, как будто бы, ну, заставляете решать эту проблему, вот, только потому, что вот вам кажется, что это проблема. А в первую очередь, нужно себя спросить, что это, что это, почему для меня это проблема-то вообще. Вот. И дальше уже, наверное, как-то исходить из отку. Вот. На мой взгляд, вот, вот последнее еще, что я хотел бы сказать вам, на мой взгляд, ваш муж вам не то, чтобы доверять. Потому что, если бы он вам доверял, он бы вам сказал бы, от чего он уходит, да, и так далее. Но с учетом того, как вы на это реагируете, конечно, представляется, ну, непросто вам об этом сказать. Вот. Поэтому, быть может, если вы хотите, чтобы муж с вами был, с вами был, ну, как-то более откровенен, да, если вы этого хотите, то, может быть, нужно как-то перестать мыслить в категориях наказания, в категориях каких-то таких карательных действий по отношению к нему. Ведь, в конце концов, ничего прямо, прямо плохого он не делает. Вот. А если он делает, значит, а если вы считаете, что делает, то нужно выяснить, что именно. Вот. И уже как-то, и уже как-то из этого исходить. Понимаете? какие-то такие у меня мысли на этот счет, какие-то такие мысли у меня родились после прочтения вашего текста. При этом, я, наверное, понимаю прекрасно, что вы злитесь. Я понимаю прекрасно, что у вас есть определенные эмоции, я это прекрасно тоже понимаю. Вот. Я думаю, что, ну, как минимум, наверное, начинать здесь работу нужно с того, чтобы вам ваши эмоции выразить и опореагировать, потому что, ну, иначе они вас просто могут подавить, и вы, к сожалению, вполне способны будете испортить отношения к своему. вот. Чтобы этого не произошло, давайте начнем за следующим. Что вы чувствуете к своему супругу в целом? То есть, ну, вот, как вы себя чувствуете по отношению к нему? Какие чувства у вас к нему есть сейчас, на данный момент? Вот. Как бы эти чувства вы могли бы описать? То есть, это вот что вы к нему чувствуете? Это любовь, есть ли любовь в ваших чувствах по отношению к нему? Есть ли любовь? Или, может быть, есть только обида, злость, ненависть, там, не знаю, негатив, еще что-то? Вот. Тоже попробуйте ответить себе на этот вопрос. На этот вопрос это, на мой взгляд, довольно важно. Довольно важный этот момент. как мне кажется, вот, а психолог, психолог, психолог поможет вам с этим разобраться, вот, психолог поможет вам лучше понять и увидеть, что с вами происходит. Вот. Опять же, при условии, если вы этого хотите сам, потому что, ну, просто вопрос, как бы, да, просто вопрос. Вот, что значит решить, решить эту проблему? Ну, то есть, как можно решать проблему другого взрослого человека? Понимаете? Это непонятно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, непонятно. и чревато, конечно, тем, что, вот, мы как-то, ну, вот, другого человека, да, мы, ну, как-то, вот, обесцениваем, да, мы над другим человеком, как-то вот доминируем, и, на мой взгляд, это, ну, совсем-совсем нехорошо. Вот. То есть, я исхожу из, вот, каких-то таких, ну, предельно, скажем так, демократических, да, предельно таких гуманных аспектах при конструировании, так скажем, да, своего ответа. Вот. Надеюсь, что вы это понимаете, и очень надеюсь, что примете это, или, по крайней мере, постараетесь, что ли, это принять. Вот. Ничего страшного, ничего страшного, если не сможете, ничего страшного, если почувствуете сопротивление, в этом нет ничего ужасного. Вот. На мой взгляд, очень важно, чтобы вы, чтобы вы об этом сказали, очень важно, чтобы вы об этом заявили, если, если вы не можете это принять, в этом нет ничего аномалии, вообще, начать нужно именно вот со своих чувств, да, своих ощущений, того, как вы чувствуете, с того, ну, что вы чувствуете, вот так далее. То есть, я думаю, что вот так, это еще очень важный момент здесь, на мой взгляд, и, если вы этому внимания не уделяете, вот, а очень похоже на то, что вы не уделяете этому внимания, вот, то, конечно, мы здесь, ну, сталкиваемся с, серьезной проблемой, вот, это самое главное. Вот, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, вот, сочувствую той ситуации, которая произошла, очень сочувствую, вот, и надеюсь, что вы увидели то, как можно ее разрешить. Вот, то есть, на самом деле, способов разрешения у этих, у этой ситуации несколько. Вопрос, пожалуй, заключается только в том, какой вы выберете способ, вот, понимаете, то есть, вопрос заключается только в этом, какой способ вы выберете для решения этой проблемы. Вот, там эта проблема есть, правда, нужно как-то ее решать. Вот, но как ее решать, это вот в краске уже зависит от вас. и, чтобы решить проблему максимально корректно, вот, чтобы не жалеть потом, вот, очень важно сначала разобраться в своих чувствах, очень важно это сделать. Вот, а мы считаем, расстаться, расстаться легко, это не такая уж задача, знаете, серьезная. Вот, расстаться, наказать кого-то и так далее. То есть, на мой взгляд, это всегда можно сделать, но это легче всего. И совершенно точно, что как бы отношение это не улучшает, да, то есть, это не делает отношение крепче, не делает отношение каким-то вот качественнее тогда. Вот. Всего вам самого доброго, удачи и обращайтесь. удач deuxième и от кто-то có счастливый